Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он был младшим в семье и, может быть, поэтому, был окружен особым вниманием Еще в детстве он вывел для себя простую и ясную форму Самое главное в жизни человека – это его дом и семья В этом обычном московском доме в Сокольниках на 14 этаже в двухкомнатной квартирке живет Владимир Жириновский Здесь, если позволяют дела, вся семья старается собираться на традиционные субботние обеды Наша съемочная группа напросилась к Владимиру Жириновскому в гости на такой семейный обед Нас приняли, предупредив, что все будет как обычно Разве что специально по нашей просьбе из семейного архива достанут старые фотографии Итак, начинаем По хозяйству в этом доме в основном хлопочут женщины Вера Андреевна, сестра Владимира Жириновского По профессии инженер-связист Сейчас уже на пенсии, помогает брату в его партийной работе Вера Андреевна, поварешечку надо в бульончик Давай неси Пельмени с бульонами, это его любимая еда Любовь Андреевна, вторая сестра По профессии инженер-строитель-проектировщик Сейчас также работает вместе с братом В субботу утром встаю, в 9 часов открывают магазины Пока все остальные спят, я иду по магазинам И когда они все просыпаются, уже все на столе и только уже слышишь Уже пахнет вкусным! Все ясно, значит начинается подъем мужчин По сколько же не встают? Ну если не надо ни на митинг, ни на какую-то встречу Не улетают в какой-то город То обычно где-то часов в 11 А потому что ложатся в 2 Не раньше, раньше не получается Это бусиная история В нашей семье очень поздно Ложатся, очень рано встают Мальчишки вообще спят по 5 часов в день Вера Андреевна, кипит! Вскоре после рождения Владимира умирает его отец Для матери встает проблема покормить семью А воспитанием младшего занялись его сестры Понимаете, все, я вот маленькая была, но помню даже как война началась Как все плакали, весь дом Если провожали кого-то в армию из дому Значит все, весь дом собирались, бабушки, дедушки, взрослые Все шли провожать его на ЭВП-пункт Если какая-то телеграмма пришла плохая, тоже Такие воспоминания Потом, например, была экономия света Допустим, керосинки горели Чтобы не жечь керосина Собирались сейчас в столовой в какой-то одной квартире Вот из подъезда И каждый приносил там хлеб, картошку Ну, кого что было Знаете, тяжелое было время Вот нас спасало то, что мама работала в столовой Допустим, мы могли когда-то там пойти и покушать там Она свой обед, допустим, сама ела А мы приходили и вот кушали Или она, допустим, домой брала на ужин Она говорит, я не буду кушать, а дому это Тогда я разрешила Как-то мы с мамой разговаривали Она уже здесь в Москве жила Ну, просто вот о жизни Она говорит, я вот спать лягу И начинаю перебирать всех детей Шесть детей У каждого ребенка что-то не так Что-то не было получено в семье Вот пока я обо всех о них подумала Уже рассвет наступил Уже вставать пора Вот вся эта забота И увела ее от нас Вот она умерла Вот этот уголочек я сделал И вот уже девять с половиной лет Так вот этот уголочек молитва Написано ее рукой Она когда положила И тут вот ее фотографии, цветы И вот этот уголок, как он сделал С самого начала Вот он стоит неприкосновенно Здесь нормально Здесь нормально с ним относятся Они же двузы Наконец-то надо Да, молодец, молодец Молодец Как раздеваетесь С утра Еще там с машинами Ну, расстроился Ну, конечно Галина Александровна Жена Владимира Жириновского Вирусолог Кандидат биологических наук Сейчас работает на докторской диссертации Кстати, а как вы познакомились? Расскажите, Владимир Рукович Студенческий лагерь Так что так или иначе Все равно совместная учеба Но на одном факультете А в спортивном лагере МГУ Он был в Пицунде Видите, вот так трудно определить С чего он состоял Там же 10 человек, по-моему, в палатке Да, там было 8-10 человек Все сразу разбрелись И ты была с подругой Я была с подругой И вот сюда я стал с ними вдруг На пляже подошло к ним что-то поговорить Поскольку мы были очень образцово-показательными девочками И на пляже так вот Сколько лет было? 20 лет 21 вот в этом году Когда решили пожениться? О, года 3-4 прошло А как по-вашему? Кто должен быть главой семьи? Конечно, муж Муж должен быть главой семьи Это начальник говорит Я всегда так считала Несмотря на то, что я лев Познал из азиака Вообще она соглашалась Она, в принципе, соглашалась Несмотря на то, что По молодости она ей хотелось тоже Каких-то Может быть, даже больше прав в чем-то Но в конечном итоге Если утром начать спорить То к вечеру она уже В течение суток Но я всегда знала, что Володя выберет правильное решение Может быть, оно меня не совсем устраивало Но в конечном итоге Потом обдумав, все это взвесив Я понимала, что Он всегда выбирает правильное решение Ну и потом просто нужно уступать Иначе невозможно Не только семейная жизнь Просто общение людей невозможно Я должна сказать, что Володя никогда не был суровым человеком Он всегда был мягким человеком И твердым, но мягким Одновременно Ну финансы, скажем Претензии были ко мне Чтобы я больше зарабатывал А я отдавал Гале В смысле Вот на вот такие расходы Там бытовые Как-то это вот такая традиция Мне она не очень нравилась В славянских семьях Почему-то все деньги Обычно у жены скапливались Но мы никогда не покупали Без согласования друг с другом И потом, поскольку у нас была Очень нищенская зарплата Особенно лет нечего Я в науке получала 90 рублей После окончания Лет 10, наверное Пока не защитилась И эта нищенская зарплата Она безусловно сказывалась На нашем доходе И особо покупать мы, в общем-то, и не могли Но мы всегда согласовывали этот вопрос А как вы истроили бюджет В семье? И что на питание? Квартира на питание Первое пальто я себе сшил в ателье Из материала парадную шинель Поскольку я два года служил Мне парадная шинель не понадобилась Мне был отрез Мы его покрасили в черный цвет И сшил себе пальто Вот первое пальто такое гражданское За счет обмундирования Оставшегося от армии Сколько лет было? Ну было сколько мне? 27, наверное, вот так вот Игорек, иди сюда, дорогой, иди Игорек, сын Старается во всем помогать отцу И походить на него Учится в юридической академии Он занимался фигурным катанием Он занимался шахматой Он занимался плаванием И единственное, что мы ему не дали Это музыку, потому что у нас совершенно Он учился в математической школе И музыку... Ну это в школе, я имею в виду дома Но шахматы он не любит играть Потому что я не люблю играть Но он любит играть шахматы К музыке он все равно не приучился Он не интересует играть с мамой Потому что нету данных для музыки А вот автомобиль он любит, меня любит автомобиль Вот я Отец умер рано, а меня тянуло к юриспруденции Я ему говорю, Игорь, не надо юридически Иди экономически Экономика все-таки более широка Здесь больше простору Нет юридически И сейчас я снова говорю, давай лучше Вот снова экономическое образование Получи еще там двухгодичные какие-нибудь курсы Нет Пусть у него нет успеха в юриспруденции Но какая-то внутренняя тяга Наследственность какая-то, семействность остается Дедушка Вольф, вот ты Вот ты, почему я тебя люблю Мне напоминаешь отца Я его-то отца не видел Несколько месяцев мне было, когда он умер Но он мне держал на руках Но отца у меня было четыре месяца А вот он мне напоминает отца Потому что я не знал, какой мой отец был в этом возрасте А сейчас я вижу вот сочетание Вот думаю, но в учебе это был человек очень щепетильный Два факультета Парижского университета Сорбонна Париж, Сорбонна Потому что он жил в той части, которая относилась к Польше до 1939 года В 1939 году это была уже западная Украина А тогда все поля... А вот это была польская интеллигенция, захолусья такой на окраине И это в Париж ездили запросто учиться И не было проблем Я вот в дедушку, видишь, я на него похож Дедушка умер в 1919 году Видите, он мог воспитать меня в чем-то И вот русский патриотизм, скажем так, о Российской империи О русском казачестве Мы это ничего не узнали Мы это узнаем в 30 лет, 40 лет обрывками А если когда в доме дед рассказывал, показывал, объяснял Было бы лучше Сегодня я его показываю А мне вот так не мог мой отец и мой дедушка Поэтому профессия Ведь я шел к этому более трудно Если бы отец рядом был бы и дедушка Опять было бы легче И в этом мужское воспитание легче выбрать профессию Спутника жизни, в отношениях с женщинами легче Я Игорю, скажем, уже лет с 15 Какие-то элементы полового воспитания Он даже один раз сказал, что преждевременно Я даже перебрал Я слишком даже хотел ему дать больше знаний, чем требовалось по его развитию А мне этого не давали Я это шел сам Я вижу, что он придерживается моих взглядов И моей традиции в профессии Я ему объясняю, что лучшая любимая профессия Потому что заработать год-два А потом заниматься нелюбимым делом всю жизнь Это так противно Ведь я 45 лет занимался нелюбимым делом 45 лет я отдал тому, чтобы Вот в 48 сказать Вот теперь я занимаюсь тем, чем я мечтал заниматься Вот Вот я в 17 лет полностью Полностью осознал политическое звучание жизни Вот я помню, стал смотреть Скажу по-гордую книги Не сказки, не какие-нибудь детективы Любовные романы Вот смотрю, написано Основы политических знаний Такие выпускались книги Афанасий, помню, автор Основы политической экономии Основы философских знаний Я их приобретал Листал, смотрел И уроки обществоведения Они были наиболее мне Как-то приятные, полезные Нравилось И вот так я стал Стремиться к политическому образованию Скажем, когда я поступил В институт на Азии и Африке Мне этого было мало Я пошел еще И окончил там Факультет международных отношений Еще два года Подучился Курсы Там дополнительные Иностранных языков Вот поехал за границу На стажировку Работал с делегациями В его годы я уже Полностью увлекался политикой Я уже написал письмо В ЦК КПСС О необходимости проведения реформ Меня же ректор приглашал Беседовал со мной Главком КПСС приглашали Беседовали В КГБ меня не трогали Просто там уже раньше меня Кто-то повыступал И ими занимались А я чуть мягче И уже Как говорится Вдобавок Поэтому как-то вот Повезло Чувство везения И я не был Репрессирован Там наказан Или там исключен Уволен Относительно спокойно Пошел Если есть Возможность Поужинать Да Любая Александр Андреевич Брат Владимира Жириновского Всю жизнь прослужил Советской армии И гордится этим Сейчас пенсионер Помогает брату В партийной работе Рецептура На старые Вот такие Старинные рецепты Мородицы Упали Разборные Смехи Я люблю Бульон А тебе не Ненатуральные А тебе не Ненатуральные А перец А перец Перец Нет Я имею в виду Это надежно Надежно во всем Мало возможности Подвести В каких-то моментах Жизни И в работе И вообще В быту А потом Можно ведь Если постороннего Меры воздействия За что-то Только словесно То здесь можно И отрежь Я заберу По шее дать Так это Легонечко А где Библия бабушкина Ну-ка подай Игорьевич Бабушкина Вот посмотрите Чем хороша эта Библия Это читала бабушка И чем характерны Листочки Заложены Тогда Когда я читал 59-й год Мне было 13 лет И она умерла В 60-м И это все сохранилось А вы все крещеные Я крещеный Я крещеный Скажите А как в семье Относились к правящему режиму Вот бабушка ругала Я не понимал Такие коммунисты Но вот бабушка В их ругала Почему? Потому что Ее сослали на соловке Она не стоит Была в ссылке Потому что в Розаевке У нее был дом двухэтажный И в годы НЭПа Там она открыла столовую Моя мать И другие ее сестры 5 человек В семье Они готовили пищу Как вот сейчас Приходил судья Адвокат Там депутат Потом НЭП прикрыли И бабушку Считали Что она так сказать Относится К классу Тех Которых нужно лишить всех прав И сослать куда-то Ее сослали А дедушка уже умер Их отец-то всех И они остались сиротами Старшая сестра Успела выйти замуж Моя мама А младшая сестра И два брата Пошли скитаться По белу свету И конечно Она в 50-х годах Очень ругала коммунистов За ними Просила иногда Почитать Библию Просила И я читал Шел там Исус Христос Там взбирался На гору Там с пророками И так далее И это что-то такое Вот как-то осталось Тоже в памяти Она была баптисткой И она меня вводила Несколько раз В молельный дом Я туда приходил Я туда приходил Видел как Их обряды Значит Повершаются Молитвы не читают Когда она умерла Очень много баптистов Пришли провожать Они все в черном ходили В таком А братья были в армии Наоборот Другая вроде бы Специфика Опять политика Они приезжают домой В отпуск Тут армия Офицеры Там какая-то Тоже Влияние на меня Хлебушек Замок Есть Пельмени Жарятся Жарятся Вера А это что-то А это Трех А жареные пельмени Тоже вкусные Да Вы согласны с папой Во всем И у нас есть Свои представления Согласны с папой Она совпадает Идеально просто Когда Все такое Полное совпадение Даже подарительно Яблоко Как яблоко Недалеко же падает А пельмешки Хороши Все хорошо Так Собираемся Пощек Каждую субботу Уже много лет Все семьей Как хорошо За вашим столом Желухое счастье В жизни Когда тебе утром Хочется идти на работу А вечером домой То есть Любимая работа И те близкие Которые тебе хочется Видеть дома Чтобы было Тепло Уютно И Снять там Стресс Там Переживания У нас Нет ни одного Счастливчика В семье Который Где-то Что-то только Проскочил И получил Все от кого-то Все Вот Как говорится С малолетства До сегодняшнего дня Прожили Очень напряженную жизнь Но все-таки Как-то поднялись все Нет у нас людей Которые бы Бездомные были Бомжи Без профессии Такие вот Опустившиеся Нет У нас все Учились Учились В конечном итоге Получили жилье Отдельное И Вырастили детей А что бы вы пожелали Своей семье Будущее Для семьи тоже Я хочу чтобы Все-таки Больше праздновали Дни рождения Новый год Чтобы Не было поминок Чтобы не встречались За столом По случаю ухода Из жизни Кого-то Из близких Чтобы у всех Был дом Это можно Чтобы нормальный Был холодильник Заполнен Нужными продуктами питания Нормальный набор одежды И занятия Любимые занятия И в спорте И в искусстве И технике И ясная перспектива Что вот завтра Будет так же Как сегодня Люди хотят Чтобы был застой Только хороший застой Чтобы вот Все пускай живут В нормальных условиях Трудятся И будет застой Лет на 50 На 100 Чтобы просто жить Вот для Себя Для близких Не совершать Великих Большей революции Не отправлять сына Куда-нибудь С Шинелью Или С котомкой На какую-то великую стройку Или дочь Которая Неизвестно где И вышла ли замуж Или Что с ней Вот обычную Спокойную жизнь Этого все хотят Хорошо Хорошо в стране Хорошо в семье Да Да